Привет! Думаю, каждому знакомо понятие невыносимые соседи. Возможно, я и сам не лучше, но по сравнению с ними... Ладно, я промолчу. Эта история случилась со мной и моим соседом по комнате. Да, это тот самый сосед по парте про историю, как я попал в интернат. Кто не видел, советую посмотреть. Итак, в один злой день к нам в блог подселили двух особей женского пола. Я, конечно, ничего против девушек не имею, но эти двое особые случаи. Самое интересное, что нас никто не предупредил о новых соседях, что стало для нас не самым приятным сюрпризом. Что за херня? Не знаю. Так иди проверь. А чё я сразу? Тебе к двери ближе. Ладно. У нас что, новые соседи? Он, как и я, не подозревал, что в эту комнату заселят девушек. И, судя по его реакции, это выглядело примерно так. Чё вылупился? Эээ, привет. Я ваш сосед напротив. Может составить вам компанию? Теряйся, лошара. Да уж, не самый лучший подкат. Да кто бы говорил, я вообще с девушками общаться не умею. Ну, то есть... Мда. Да где он лазит? Чё с тобой? Ау? Ты чё, уснул? А? Что? Узнал, откуда музыка? Какая музыка? Ты что, на приколе? Аааа, музыка. Дааа. Так это... К нам новых соседей поселили. Соседей? Хм. Долбай. Ладно, согласен, перебор. Как мне ещё после этого дверь открыли? Чё вылупилась? Туши нахер свою шарманку, пока я её об стену не разбил. Воу, воу, зачем-то грубо. Это вы меня ещё пьяным не видели. Ты уж прости нас за этот концерт. Мы больше не будем. Пиздец какой-то. Эй. Ты что, уснула? Короче, вернувшись в комнату, я сразу же увалился в свою кровать. Ну, наконец-то, тишина и покой. Неужели я смогу нормально поспать? Блин, не забудь подписаться на канал. Субтитры сделал DimaTorzok